Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тиелим. 78 псалом. Ну, в первую очередь, этот псалом, все древние книги говорят, что он используется для победы в суде. Если у тебя есть суд какой-то, и ты хочешь победить, читай этот псалом. Второе очень интересное, что говорится об этом псалме, что, опять же, это связано опять же с судом, что для победы в суде, если ты чувствуешь неуверенность, надо 17 раз прочитать в день суда девятый пэрок этого псалма, это там, где сыновья Ефраима вооруженные, стреляющие из лука, повернувшись пять в день битвы. Вот это. И сказано, что увидишь чудо в суде. Есть еще очень интересное для этого псалма толкование, когда надо быть приятным в глазах людей. Написано, что при прочтении этого псалма человек, как бы, ну, вот, окутывается такой аурой, которая вызывает признь к нему. Это писали все древние, ну, и стоит попробовать, если кому-то это нужно. Что еще очень важно, когда нужно какое-то, действительно, ну, как бы сказать, чудо всегда необычное, ну, вот такое особое чудо, когда чувствуешь, невозможно без чудо, вот, как-то выйти из ситуации, или большие очень долги, или тяжелая ситуация с заработком, или еще здоровье, ну, что угодно, да. Нужно прочитать 24 раза этот псалом, и каждый раз, прочитывая псалом, надо читать, надо своей молитвой, своими словами говорить, что ты хочешь и чего ты прочь у неба. Написано в древних книгах, что совершенно невероятные вещи происходят после такого прочтения. Ну, и последнее, что еще говорится об этом псалме, что когда есть проблемы с кредиторами, очень хорошо читать этот псалом, он помогает для того, чтобы смягчить их сердце. Вот, в общем, все. Прохавы от слоха.